Микс Ньюс Продолжаем работу в прямом эфире. Добрый вечер еще раз. Следующий гость у нас в гостях. Это депутат Рижской Думы Игорь Кузьмук. Здравствуйте. Представитель фракции Согласия. Добрый вечер. Вот недавно прошел главный государственный праздник в стране. 18 ноября. Много было событий. Ну, наверное, для рижан. Многие обратили внимание, что вот это торжественное заседание прошло в отреставрированном дворце ВЭФ. Я тоже побывал там накануне. И я был впечатлен. Я думаю, что очень многие рижане прошли, если так можно сказать, через этот дворец культуры. Кто-то в детстве занимался в каких-то кружках. У кого-то родители занимались. Вот даже прозвучало, что у мэра Риги родители познакомились именно в дворце культуры ВЭФ. В какой-то степени действительно очень такое знаковое сооружение для Риги. Вот она восстановлена. Действительно уникальная реконструкция. Произведена. Самый настоящий дворец. Вот теперь это действительно не дом культуры какой-то провинциальный, а настоящий дворец. И вот я знаю, что у вас тоже, Игорь, очень много мыслей было, которые выделились в социальных сетях. Это тоже вызвало большой резонанс о том, что вообще сопровождало вот этот праздник. Вот, может быть, с этого мы и начнем. Ну, раз уж начали мы с Дома культуры, дворца культуры ВЭФ, на самом деле я тоже впервые побывал. Действительно красиво. То есть очень красиво. Всем советую сходить посмотреть. Ну, я думаю, что туда люди будут часто приходить. Теперь там нормальная концертная площадка на 800 посадочных мест. Но только хочу еще добавить. А до этого еще и музей изобразительного искусства был очень красиво сделан. А до этого еще земель-блазма была сделана. Так что, в общем, потихонечку-потихонечку, слава богу, что-то происходит. Действительно хорошие вещи происходят в нашем городе. А то, что у нас там, в здании культуры ВЭФ, было торжественное пленарное заседание, связанное с годовщиной нашей страны. Страна праздновала 99-летие. На самом деле, праздник, главный праздник страны, который объединяет людей, это очень здорово. Очень хорошо было то, что было награждение, каждый год награждается «Режанин года», и в этом году была награждена наша известная теннисистка Алена Остапенко. Очень приятно, очень красиво, в торжественной обстановке. И я так немножко для себя, так сказать, отчасти, не то, что отчасти порадовался, а о том, что торжественное мероприятие, главный праздник страны, новое здание русскоязычной мэр, награждает русскоязычную, известного человека Алену Остапенко. Приятно, приятно, что патриотизм Латвии, да, то есть это не только, ну как многие пытаются показать, что, скажем, это последнее время, что это в первую очередь праздник латышей нет. Как раз таки здорово, что праздник объединяет, как раз таки здорово, что заслуженные люди всех наций объединяются в этот праздник, награждают друг друга, радуются. Это было приятно, это на самом деле было приятно. Праздник начинался очень красиво, ну, очень было мероприятие продумано в городе. Единственное, что, конечно, лично меня немножечко, не то, что немножечко, а уже последние лет, наверное, может быть, около 10 коробит то, что, к сожалению, к сожалению, есть еще такие мероприятия, которые, ну, которые неоднозначно, так мягко можно сказать, да, то есть мягко выражаясь. Что вы имеете в виду? Вы знаете, я имею в виду, ну, на самом деле, я имею в виду это в первую очередь, конечно, шествие с факелами, факельное шествие. Знаете, ну, я, наверное, может быть, несколько старомодно воспитан, но как-то, когда я учился в школе, как-то так получилось, что, ну, и нам преподавали, да и сам посчитывал. На самом деле, что, в общем-то, шествие с факелами, они очень характерны, характерны определенной стране, определенного периода, я говорю о Германии 30-х годов. И вот это вот стилистическое взывание к, не знаю, к силе огня, которая, не знаю, скрепляет всю толпу. Это как-то все-таки, все-таки, мне кажется, ну, во-первых, это не характерно Латвии совсем. То есть, я скажу так, что, ну, не было такой традиции на праздники, на главный праздник страны ходить с факельными шествиями. Ну, я имею в виду, что, может быть, недавно эта традиция была приобретена, ну, лет, может быть, 10 назад, когда, скажем, одна политическая партия решила устроить вот такое действие. И, к сожалению, другие политические партии этому потворствуют, к сожалению. То есть, так получается, что в главный праздник страны мы почему-то прославляем одну партию больше, чем все остальные. Я считаю, что это не очень правильно, это, в общем-то, не очень к месту. Вот. И особенно, и что особенно, да, что еще, к сожалению, это шествие, ну, мало того, что неоднозначно у таких людей, как я, воспринимается, оно само по себе, как я просто не сомневаюсь, оно раскалывает общество. Потому как я отчет, я внимательно смотрел отчеты людей, которые снимали это действие, я прекрасно видел и слышал, да, что кричат со сцены, скажем, зазывающие, разогревающие толпу модераторы, что они, что в ответ кричит толпа. То есть, это очень, ну, я бы так сказал, я бы очень осторожно к этому отнесся, потому что, ну, действительно неприятно слышать, когда в главный праздник страны, в праздник, когда должны все объединиться вокруг и быть патриотами Латвии, все вместе с независимостью от нации, вдруг я слышу, то есть, ну, модератор со сцены кричит «кас мессессом» несколько раз, а в ответ получает «мессессом» «Латвия ши», что важно, не Латвия. Это как-то, ну, для меня, у меня мороз по коже, например, что это очень плохая, мне кажется, традиция, которая приобретена недавно, которая раскалывает общество. Ну, я не знаю, ну, конечно, одна партия, довольно агрессивная партия, да, то есть, это, я говорю, вису Латвия, что называется, поймала волну, один год у них получилось не очень хорошо, потом все больше и больше. На, скажем, на простейшем уровне, в общем, происходит агитация своих людей в свои ряды, пользуясь хорошим поводом как государственный праздник, но это мне не очень приятно, то есть, ну, на самом деле это неприятно, потому что, ну, есть разные партии в стране, они вот так цинично не используют этот праздник. Ну, и потом еще хотел, может быть, обратить внимание слушателей, за правящей, там, скажем, эта партия вису Латвии сегодня входит в правящую коалицию. Значит, в заправящую коалицию, ну, там, по подсчетам, приблизительно ЦВК, Центральной избирательной комиссии, ну, там, 300-400 тысяч голосов за всеми тремя партиями. То есть, исходя из этого, можно примерно прикинуть, что за партия вису Латвия, ну, там, скажем, может быть, 100 тысяч избирателей, самое большее. Много, много. Из 900? Да. Из 900 тех, кто принимает решения, да, то есть, те, кто идут на выборы. А если посмотреть, что, ну, в Латвии порядка двух миллионов, ну, там, чуть меньше, ну, в принципе, около двух миллионов, то это получается 5% от всего населения. Ну, эти 100 тысяч, они довольно агрессивные, они, они действительно, они заставляют страну сползать, скажем так, в неконституционное поле, я бы так сказал. Почему? Аккуратно. Ну, потому что, насколько я помню, насколько я внимательно читал Конституцию, и как она формировалась, скажем, в начале 20-го века, да, то есть, она, отцы-основатели Конституции не предполагали, что Латвия должна быть исключительно латышской. Они так и написали в Конституции, что власть в Латвии принадлежит латвийскому народу, что есть понятие составляющее, составное. И сейчас, ну, конечно, сейчас не так давно немножечко подправили Конституцию, внесли преамбулу, внесли преамбулу, где написано, что исключительно только одни латыши должны быть в веках. Остальные так, как получится. Ну, остальные мягко вопрос снят. Остальные, ну, в общем, там, благосостояние. То есть, ну, я так понимаю, в веках существование других наций не обязательно, мягко выражаясь. Неприятно. Неприятно. Но при этом, при всем, и старую норму из тела Конституции не выкинули, когда написано, что власть принадлежит латвийскому народу. Поэтому наша Конституция теперь стала, в общем, как крутанешь, так и хорошо. То есть, вот и получается ситуация, что одна партия цинично использует государственный праздник в своих коммерческих, вернее, коммерческих, политических интересах. И, к сожалению, и к сожалению, у них это получается. И другие партии, в общем-то, ну, открыто ничего не могут противопоставить. Я считаю, что это не очень правильно. Я считаю, что, ну, это, так скажем, это не очень прилично, даже так можно сказать. Это можно сравнить, знаешь, как, вот, например, живем мы в девятиэтажном доме на многоподъездном, да, и как-то так сложилось, да, что, ну, неприлично, не знаю, в три часа ночи устраивать дискотеку и, не знаю, пьянку-гулянку. Ну, к примеру, да, бывают такие случаи сплошь и рядом, вызывается полиция, да, то есть... В принципе, это считается неприлично. Ну, это неприлично. Культурный человек будет принимать во внимание мнение соседа, ну, будет принимать, если он приличный человек, если он неприличный, ему, что называется, все вот... Все равно, да. Все равно, мягко выражаясь, да, то он будет поступать по-цвински, так, как и получается сегодня. Вот главный праздник страны, часть, агрессивная часть населения, агрессивная, небольшая часть, там, скажем, партийных деятелей цинично использует по-цвински этот, вот, скажем, праздник, который должен был всех бы объединить. Очень неприятно и досадно. 612-939, телефон прямого эфира, но я насколько... Да, давайте примем звонок, потом продолжим нашу дискуссию. Добрый вечер, слушаем вас, пожалуйста. Добрый вечер. Смотрите, в нашей стране как бы запрещен идея коммунизма и идея фашизма, но ведь, по сути, фашисты, они же себя называли национал-радикалами. Мне кажется, очень важно поднимать тему о том, чтобы запрещать национализм, это важнее в нашей ситуации, нежели фашизм и коммунизм. А я и поправлю вашего гостя немножечко. В советское время я был пионером, и в советское время факельные шествия, вот конкретно на того, Юлгавский район, у нас были каждый год. Они действительно объединяли молодежь, то есть у нас были пионерские галстуки, барабаны, и мы шли на кладбище красным латышским стрелкам вылагать цветы. И не помню сейчас дату, но это было каждый год. И факельные шествия, это очень важно для нашей страны, это наша национальная традиция, мне так кажется, да, потому что вот как лига, это такой языческий праздник в стране, где правят католики и православные, и протестный праздник лига, он действительно народный. И факельные шествия тоже такие же народные, они очень давние, но то, как сейчас это используют, и кто это использует, я с гостем вашим соглашусь, это действительно ужасно. Спасибо большое. Ну вот это даже не вопрос, а такой комментарий. Ведь вопрос даже не в том, там, факел зажжён или нет, вопрос в том, какая, что мы, как мы себя ведём в этом была идеологическая подоплёка под всеми шествиями с факелами, и с пионерскими тоже. Идеологическая подоплёка была, она и сегодня есть, идеологическая подоплёка. То есть я про это и говорю, что, может быть, вот идеологически, да, там, скажем, марксизм, нацизм, там, национализм, вот это есть идеологии. И вот здесь вот нужно аккуратнее, да, то есть чтобы главный праздник не отдавать на откуда какой-нибудь идеологии. То есть вот я про это и говорю. А что касается традиции, ну, не было традиции 15 лет тому назад в главный праздник страны устраивать факельные шествия. Не было. Была традиция, скажем, выкладывать 11 ноября в день Лачплесиса памятные свечки у президентского дворца, это было, да, но факельных шествий не было. И я помню, как это всё начиналось. Это начиналось там с 15 человек. И это приобрелось сейчас, и говорят, что это наши древние традиции. Не было этого. Можно ли сказать, что по существу, вот вы уже начали на этот вопрос отвечать, что вот национальное объединение ТБВС Латвии, ну, по существу, диктует повестку дня в нашей стране, политическую повестку. Да, да, так и получается, что страна вынуждена быть, и правящая коалиция, а вместе с ней вся страна быть в заложниках одной партии. Вот одна партия, я помню, недавно сказала, что эту инициативу Венеса по детям неграждан мы не поддержим, и коалиция сказала, ну, раз вы так говорите, значит, не поддержим. Ну, да, да, то есть это, к сожалению, так и есть. Попробовать другую какую-то коалицию, ну, наверное, нету сильного человека, который мог бы попробовать, ну, вот, и поэтому, к сожалению, мы имеем то, что мы имеем. Очень жалко. Ну, я так понимаю, что сейчас целый несколько инициатив ТВ Веселатвии уже побеждает или скоро победят. Мы знаем, что эта партия подготовила поправки в закон о труде, которые по существу говорят о том, что ну, не хотите общаться с покупателями, с клиентами на русском языке. Он, правда, назван там иностранный, они не могут записать прямо в закон против русского языка, но мы же понимаем, что это за поправки. Нет, ну, мы, конечно, понимаем, что за поправки. Сейчас, конечно, у нас мы вступили в выборный год, в предвыборный год, который увенчает выборы в САИМ, да, в следующую осенью. Понятно, что те, кто собираются стартовать, а собираются стартовать почти всех, кто сегодня представлено, они, естественно, придумывают, как нам дальше двигаться. Большинство из них сходится во мнении о том, что и вправду, если, скажем, националистическая или даже, точнее, русофобская идея будет нас тащить и дальше, да, то есть, ну, а зачем, собственно говоря, что-то менять? Простейшая идеология, которая очень четко показывает, да, там, кто во всем виноват, то есть, очень-очень эффективно и дает свой эффект последние 25 лет. Кто-то, может быть, думает дальше, может быть, думает что-то искать, поискать посерьезнее какую-то идею. Но, к сожалению, вот, скажем, весь в Латвии и даже уже другие партии, которые, в общем-то, были довольно, ну, так, более-менее умеренные, я сейчас говорю уже, наверное, больше об остатках Венуты и господине Шадурским, они, наверное, тоже пытаются куда-то избраться, но они, опять же, получается, пытаются проявить инициативу за счет какой-то провокации, которая будет направлена в узкополитических целях совершенно конкретно для того, чтобы выиграть выборы себе в первую очередь. От этой партии или, может быть, я не знаю, от другой какой-то, но в любом случае все, большинство, многие из политиков национальных, именно правящие коалиции, к сожалению, с удовольствием разыгрывают националистический вопрос, провоцируя общество по возможности и не по возможности. И на самом деле провокации во многом удаются порой. То есть, я бы хотел тут, может быть, знаете, еще какой аспект осветить? Ну вот давайте для интриги мы начнем этот аспект освещать и после перевела продолжим. Что к тому, что этот бытовой национализм и русофобия, к сожалению, первый раз за последние лет, наверное, 10-15 начало опускаться на уровень, ну скажем, обычного общества, то есть чего раньше не было никогда. А вот мы сейчас и раскроем, что вы имеете в виду. Игорь Кузьмук, у нас в студии Депутатической Думы, не переключайтесь. Продолжаем, а вот у прямого эфира, Игорь Кузьмук, у нас в студии Депутатической Думы. Это факт согласия, который, ну, чуть-чуть заинтриговал, все-таки заявив о том, что национализм пошел, как бы так, в бытовое, на уровне общения людей. Почему вам так кажется? Ну, знаете как, да, то есть я уже сказал, что и вправду раньше этого я не замечал, но в последнее время я тоже, ну, бываю в обществе, часто вижу, да, то есть, к сожалению, бывают такие случаи, когда обычные люди, да, то есть, скажем, ну, латыши, да, каким-то образом пытаются рассчитаться за свое какое-то неудовлетворение с человеком, который рядом и говорит, может быть, не очень хорошо он латышкам, или плохо говорит, или вообще не говорит. Да, этого раньше не было, да, но на самом деле, то есть, ну, например, да много, но постоянно, вот вчера, допустим, было, я читал в газете, по-моему, да, о том, что шофер Рига Сатарх надел майку с России, да, то есть с гербом, уже, уже, уже стук, уже, уже как это возможно, да, или, например, не буду говорить у нас, допустим, в нашей системе образования Рижской думы были случаи такие, про школу конкретно говорить не буду, но в одной из школ, допустим, вечером, да, там есть, допустим, определенные кружки, и так бывает, что в предбаннике школы, ну, там мамы, бабушки привели детей и ждут, пока это там, кружки это пройдут. Да, и там телевизор, да? И там, да, там висит телевизор, то есть, ну, обычный телевизор такой, ну, чтобы просто коротали люди. Время, да? Да, то есть люди просто там, скажем, и вдруг оказывается, да, то есть, как я понимаю потом, да, что люди не поделили пульт между бабушками или там мамами, я не знаю кто, и кто-то, и тут же, и там шли новости, там, скажем, на русском языке, по-моему, в Вести РТР шло, по-моему, что-то такое. Ну, и, естественно, заява в ЦГЯ, и директор школы только и занимался два дня, что писал всем объяснительные, пояснительные, вызывали. То есть, ситуация такая, что те люди, которые раньше, скажем, ну, нормальные были, абсолютно нормальные, сейчас считают, что это хорошо позвонить, настучать, потому что, на самом деле, ЦГЯ, сейчас мы, организация, которая сейчас с удовольствием говорит вам, что приходите к нам, вы будете у нас помощниками, добровольными. Вы имеете в виду, что это за ЦГЯ? Это Центр Госязыка? Да, да. То есть, да, извиняюсь, не пояснил. И люди просто, обычные люди приходят и с удовольствием помогают, а иногда просто берут, используют этот инструмент рассчитаться, скажем, с неудобным соседом. Но это уже очень неприятная тенденция для общества, потому что ведь если есть такое, то ведь завтра же, это может быть, я извиняюсь, кто-то, не дай бог, а вдруг мордовой. А вот кто-то услышал, что кто-то кому-то звонит и решил на месте поквитаться, не особенно подумав. И что тогда будет? То есть, это очень тенденция неприятная для общества. Может быть, это связано с общей геополитической ситуацией. Мы же видим, что у нас по существу, что уж скрывать, идет холодная война. Несомненно, и это связано. Несомненно. Но у нас есть правящие политики, которые определяют климат в стране, правящий климат в стране. Они должны понимать, что первое, что мы должны делать, это обезопасить наше общество, чтобы у нас, внутри нашего общества было согласие, мир. Не знаю, все платили налоги и жили хорошо. Ну, это же правильно. А если у нас часть политической элиты исключительно, там, скажем, помогает, условно говоря, одной части населения, а других с удовольствием, что она гнобит, да? Получается, что так или иначе, они сами раскачивают лодку. А уже люди, как простые, на бытом уровне, они просто, ну как, они, может быть, не всегда до конца так глубоко думают, но просто уже инструментами получается в руках вот такой вот игры. И, конечно, внешняя политика влияет на это. Конечно, потому что, если ты включаешь телевидение или ты читаешь местную прессу, ну понятно, что это даже может быть не из-за Латвии. Конечно, не из-за Латвии. Но тенденция, скажем, в западном мире такая, что, да, есть открытая вражда, идет, возможно, холодная война, а может быть, даже уже горячая война, но холодными методами пока. То есть, я лично так считаю. И действительно идет, мягко выражаясь, взаимодействие, а просто конкуренция между Россией и западным миром. И, ну, у нас ситуация, на самом деле, мы пограничная страна. Нам, у нас очень большая часть населения русскоязычная. Нам бы надо было бы с точки зрения выгоды, может быть, для страны как-то все-таки, ну, не сжигать мосты обязательно с Россией, я так считаю, то есть, ну, совсем не обязательно быть в первых рядах, осуждающих Россию по поводу и без. Ну, вот в первых рядах не обязательно. Но если мы должны быть, скажем, ну, на этой стороне, ну, ладно, это можно понять, но, по крайней мере, не опережать, не опережать. То есть, это не нужно никому, потому что нам все равно торговать, у нас все равно транзитный бизнес, так или иначе, связан с Россией. Ну, это недальновидно. Вот вы говорите о транзитном бизнесе, но фактически уже не осталось. То есть, сфера жизни вообще, я бы сказал, человеческой, которая не затронута вот этой холодной войной и геополитикой. Ну, вот возьмите сейчас спорт, мы видим, что происходит, я почему это говорю, все-таки вы спортсмен, я помню, что вы там еще в советское время даже звание мастер спорта СССР, тогда, кстати, это было весьма непросто получить за определенные спортивные достижения, и тренер. Вот как вы воспринимаете все, что происходит сейчас с Олимпиадой? Допинговый скандал, лишение наград, угроза отстранить нашего восточного соседа от участия в Олимпиаде. Ну, что сказать, да, это продолжение вот именно вот этой вот войны холодными методами. То есть, да, к сожалению, от спорта, ну, на самом деле от спорта, хотя, честно сказать, ну, всегда последние, по крайней мере, лет 20, да, всегда в спорте существовал так называемый неофициальный медальный зачет, да, и страны так или иначе конкурировали между собой, да, ну, то есть, кто неофициально… Большие страны. Да, 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 кто первое, второе. Всегда это было. Он считался неофициальным, но хотя реально к этому все стремились. То есть, тот, кто показывает хорошие успехи в спорте, тот, как бы, страна, в которую есть смысл, наверное, потом и вкладываться, и бизнесменам, и всем остальным. Так оно было, но все равно спорт, и чистый спорт превалировал, да, но сегодня, к сожалению, да, сегодня то, что происходит, там, не знаю, главное вид дело не о том, что кого-то там отстраняют, если по делам, да и слава Богу, главное другое, что сегодня достаточно просто объявить, что кто-то неправ, и уже не нужны доказательства. Вот это самое неприятное, что вот эти вот спорт, тот олимпизм, который вкладывал Кубертен в это движение тогда, да, и сейчас, это абсолютно разные вещи. Ну, например, как можно осудить человека вот в жизни, да, там, скажем, если человек, если он даже не предстал перед судом, ну, это ж нельзя, ну, такого не бывает обычно. Не, ну, конечно, там когда-то были времена, когда там тройки все решали, но все равно формально, все равно был какой-то суд, формально. Но здесь вообще нету суда, просто сказали, что вот у нас вот так вот, и мы запрещаем, причем старые медали забирают, новые, ну, а инвалидов, просто целую делегацию инвалидов, не пусть инвалидов, люди, которые, ну, которые так во многом обделены в этой жизни, к сожалению, да, у них спорт, у многих, это просто пример для всех в мире, да, что вот, ребята, ну, занимайтесь спортом, даже в таком положении, в котором вы оказались, ничего не потеряно, можно жить и можно достигать, лишать команду, очень неприятно, очень некрасиво, но, к сожалению, это геополитика. Геополитика, которая сегодня, ну, не знаю, конъюнктурна, конъюнктурна в определенных интересах, мы, как обычная небольшая, маленькая, приграничная страна, должны понимать свой интерес, нам нужно, конечно, нам нужно брать во внимание интересы больших держав, во внимание принимать, но в любом случае у нас должны быть свои интересы, и мы должны их отстаивать. То есть, а для этого я считаю, что, конечно, я уже не говорю о том, что чем круче русофобия, которая вообще стоит в мире и в Латвии, тем взрывоопаснее внутри Латвии, внутреннее, скажем, внутри Латвии общество, как сказать, точнее, взрывоопаснее общество в Латвии, внутри, потому что мы составляющая общества, мы не монациональные, далеко не мононациональные. И поэтому нам надо, наоборот, чем больше мира излучать от нас вовне, тем лучше. Нам же самим это выгоднее. Нам выгоднее будет торговать. — 612-939, телефон прямого эфира. — Ну, какая разница? — Ну, может быть, он спасает партию «Единство»? — Нет. Я думаю, он занимается личным трудоустройством в следующем сайме. Мне, например, кажется, что он наверняка не будет тортовать от «Единства» лично. Он найдет... Такой человек любому, любых своих 2% добавит в копилку любой партии. Я думаю, любая партия с удовольствием его возьмет. Я сомневаюсь, что он будет вытягивать утопающий корабль «Единство». Он занимается персональным трудоустройством на перспективу, на свою, и, к сожалению, за счет детей... — А «Единство» уже не спасется, на вас, для вас? — Нет. «Единство» это можно даже уже не упоминать. — А это решение выкинуть из партии госпожа Болтыни как-то повлияет? — Да, и тут сейчас уже что угодно делай, да, когда этот труп уже не больно. Хочешь что делай? Я переживаю, что и вправду госпожа Шадурский за счет детей устраивает свою работу, и при этом, ну, на самом деле... Знаете, как вот есть такое выражение? Вот чтобы ты жил в эпоху реформ, да? То есть вот он постоянно устраивает эпоху реформ. Зачем основания, то есть какие, для чего, там, скажем, про русские школы, так это вообще смешно, то есть ни учителей, ни программ, ни зачем, ни зачем ломать то, что хорошо работает, а вот просто потому, что ему надо избраться. Очень печальная ситуация, очень печальная. — Да, вот, может быть, об этом и звонок нашего радиослушателя. Добрый вечер, слушаем вас. — Добрый вечер. Игорь, вы знаете, какая вещь? Я вот слушаю вас, слушаю, и понимаю такую вещь, что где-то вы, как партия, не вы лично, а как партия, что-то где-то упустили. Ведь сама эта виссу Латвии, ну, она ничего вроде бы как и не представляла, да, из себя. И вы сами говорите, там сперва вышло 15 человек. Они монополизировали праздник, праздник всего латвийского народа, да? И все смотрят на это хладнокровно. Ну, сделайте что-то такое, чтобы люди шли не с факелами, а чтобы люди праздновали, как вот американцы свои праздники. — Спасибо большое, да, вот. — Ну, тут, конечно, вопрос чуть глубже. Почему так произошло? Понятно, почему так произошло? Потому что когда-то был исполнен кидок, я вам исторически, да, когда часть населения, и я в том числе, да, то есть в том числе и я, и многие другие люди были лишены гражданства. Когда мы в 90-м году вышли и проголосовали на последнем своей жизни референдуме по поводу того, что мы не хотим обновленного союза, мы хотим независимую Латвию, это было наше последнее голосование, после чего нам сказали, больше мы в ваших голосах не нуждаемся, и отныне вы не граждане. И, конечно, когда 700-тысячная армия осталась без гражданства, проще было поделить власть в стране, и все сладкое, что здесь оставалось, от Советского Союза. Это вопрос бизнеса и сохранения власти. Так это было. И вот так вот, скажем, вот это так вот быстро отыграть не получается. И, естественно, мы, как общественная организация Аппарата СПЕКС, мы с самого начала, еще с 2002 года, совершенно четко поняли, что наша дорога совершенно конкретная. Мы обучаем людей латышскому, мы даем возможность им становиться гражданами. Они получают гражданство, штыков у нас становится больше, и мы потихонечку начинаем отыгрывать. Да, ситуация с 2002 года, как мы начали этим заниматься, во многом изменилась. То есть сегодня уже не 700 тысяч неграждан, а 220 тысяч неграждан осталось. Конечно, кто-то по объективным причинам ушел, кто-то выехал из страны, но большая часть людей приняла негражданство. И сегодня уже, да, то есть, ну, конечно, у нас еще, мы бьемся за электоральное, что называется, поле, за новое электоральное поле, мы это делаем своими руками. Не сразу, то, что проигрывалось, там, не знаю, 15-17 лет, можно отыграть сразу. Но в любом случае, сегодня у нас есть еще резерв в 220 потенциальных тысяч новых граждан. А это ни много, ни мало 20 мандатов в парламенте. И вот это наша задача. То есть мы введем курсы, мы благодаря этому люди становятся гражданами, и это наша дорога. И это, ну, правильная и законная дорога. Да, то есть, ну, вот примерно так. Еще один звонок примем. Дубович, я слушаю вас. Пожалуйста. Я хотел бы сразу попросить не отключать или дать какой-то регламент, в который я уложусь. А вопрос у меня следующий. Скажите, пожалуйста, господин Кузьмин, а что делает сейчас вообще согласие? Оно вообще существует, такое объединение в Латвии или нет? Вот посмотрите. Обсуждается закон о внесении, о которых говорил господин ведущий сейчас, о внесении законодательства о труде, о том, что нельзя говорить там на иностранном языке. А где мнение партии согласен на эту тему? Скажите, пожалуйста, а почему господин Ушаков к Макейну на встречу ездит, а о факельном шерстве нигде не выступает? Скажите, пожалуйста, а почему господин Ушаков говорит о том, что с Единой Россией разорвали контракт, ну, взаимоотношения, потому что вступили в какой-то там Европейский союз там, социальных партий, а господин Мамыгин говорит, да нет, господин Ушаков, такого не было, никуда вы не вступили. Почему идет какой-то обман, партию согласия, объединение, вообще не слышно. Где, скажите, в последний раз в газете была статья за подписью руководства согласия по какой-то теме, ни к какой. Вы в оппозиции сами, поэтому свято место пусто не бывает, и место, которое должно было во многих местах занять. Вы, не Вы, а Ваше объединение, он его занимает, так же мы он брели бы. Спасибо большое, да, вот такое мнение эмоциональное. Мало времени остается, но все-таки попытайтесь ответить. Я понимаю, что передо мной сейчас не руководитель партии. Я не Ушаков, да, чтобы, скажем, где был Ушаков, пожалуйста, к нему вопрос. Я скажу так, что сейчас на самом деле идет в партии серьезная работа, готовится съезд 9 декабря. Съезд, я думаю, что на многие вопросы, на многие вопросы, поставленные вами, съезд ответит, потому что на самом деле очень сильно поменялась ситуация, очень сильная риторика сегодня, скажем, ярко выраженная предвыборная, скажем, из других партий, поэтому надо просто подготовить свое взвешенное мнение, и я думаю, что наверняка будет обнародовано оно. А что касается персонального, могу сказать совершенно одно, что я уже только могу повторить, что можем, конечно, кричать, можем обижаться, но как угодно. Сегодня первое, что должны мы сделать, посмотреть на себя, а значит, на себя и на своего соседа. Сначала сделать все, что пошел я, и пошел мой сосед, получил гражданство, и дальше требовать. Вот это самое главное. У нас 220 тысяч, 22 мандата потенциальный запас в САИМе. Я просто призываю, умоляю, ребята, бесплатные курсы собрались и пошли, и через полгода вы граждане, и вы совсем по-другому спросите. Спасибо. Ну вот и за такую реплику, насколько я понимаю, будет разъяснение, видимо, согласия. Не, ну само собой, для этого съезд. Надо еще понимать, что ведь фактически, вот мы сейчас говорим, но это ведь все разговоры, нет еще пока законопроекта, есть только угроза. Мы еще даже не видели, что, собственно, господин Шадусский написал. Он пока об этом что-то говорит, но никакого законопроекта до сих пор нет. Теперь внесение законопроекта по образованию, вот в старших классах, перенесено на конец этого года. То есть уже понятно, что всем это раньше весны не поступит. Где законопроект? Ну вот, например, сегодня я видел, хорошее мнение высказала госпожа Алдермана, очень хорошее мнение высказала о том, что и вправду, если билингвальное образование, оно себя оправдало, оно нормально работает по всем объективным показателям, то есть ученики, которые закончили русские билингвальные школы, то есть они абсолютно нормально говорят и отлично говорят на латышском. Зачем это ломать? Вот для чего это ломать? Ну хотя бы обосновании, хотя бы какие-то маломальские, продуманные научные обоснования этого должны быть. Значит, нужно призывать таким вот образом, чтобы сначала было обоснование, потом, когда объективно показывают тому же Шадурскому, у нас нет учителей латышского языка столько. Но это тоже весь аргумент. Это работает и, возможно, даже это кулуарная работа разных людей, которых, может быть, так визуально не видно, но сразу могут сказать, возможно, наши, возможно, не совсем наши, возможно, наши друзья. Ну, работа ведется, будьте спокойны. Да, ну что ж, спасибо за эти разъяснения. Вот так вот у нас время быстро подошло к концу. Тогда последний вопрос, чтобы мы так вот завершили эфир, фактически с того, с чего начали. Но вот из того, что вы говорите, создается весьма такая пессимистическая картинка, что и дальше вот национального радикала будет обыделять повестку дня, и все будет хуже и хуже. Или из этого не вытекает? Знаете, я хочу что сказать. Действительно, тут вопрос вот о чем. Вопрос о окончательной сформированности латышской интеллигенции. Насколько латышская интеллигенция, как действительно, как зеркало общества, насколько она будет позволять долго вот этим, скажем так, двух, как точнее сказать, одноклеточным с собой манипулировать. То есть, вот это на самом деле неприятно. Так сложилось, что, к сожалению, если говорит русский политик или русский общественный, его не очень слышно. А вот когда говорит... Сразу вешает бирту. Да, да, рука Москвы, рука Кремля, проклятый Путин и так далее. А вот когда говорит латышский интеллигент, которого нельзя заподозрить в том, что он какая-то там рука, тогда к этому прислушиваться по-другому. Я на самом деле, я бы призвал на самом деле латышскую интеллигенцию внимательнее посмотреть, что происходит. Что происходит с вашими соседями, латышами, которые, может быть, ну так, скажем, ввиду разных обстоятельств, менее, скажем, интеллигентны, чем вы. Потому что культурный человек, еще раз говорю, культурный человек всегда примет во внимание мнение соседа. Культурный. Если на самом деле вы культурная нация, ну пускай, ну поговорите со своими близкими. Игорь Кузьмук у нас был в студии и дипотатрической думы от Факции Согласия. Большое спасибо. Спасибо вам.